Добрый вечер! У эфира программа «Новины региона». У студии працует Евген Пабаловец. Глядите выпуску. На сегодняшнем выездном посадении Президу Магоминского областного объединения профсоюзов отмеркиваны вопросы профилактики травматизма и забеспечения бытовых умов на предприятиях агропромыслового комплекса. Жилевый фонд Гомеля целком долучен до отяпления. Об этом нашему телеканалу поведомил начальник Гомельского городского ЖКГ Виктор Кулагов. Что годовую справоздачную выставу членов Гомельского отделения Белорусского союза Мостаков презентовали в выставочной зале картинной галереи Гавриила Вашенки. Зараз об этом иншим больше подробно. Наглядальным комиссиям, которые працуют в Гомельской области, будет оказываться больше значная допомога у ликвидации выявленных подчас рейдов проблем. Теперь пытания, которые немогчимо вырешить на мясовом узровне, при необходимости будут разглядаться областными структурами. Такое решение принято в областном выполненном комитете. Как попередить несчастные выпадки в приватном секторе и кому, с оправдой, потребна допомога державы, высветлял Олег Синтеров. Наглядальная комиссия у Гомельской области працует с 2010 года, а по эффективности их деятельности можно мерковать по таких лечбах. За минувый час койкость пожаров в приватном секторе сменчилась, а малю двоя. Прикладно на столькиш снизилась и койкость людей, які загинули подчас узгоранню. 78-годовая ветковчанка Мария Баранова членом наглядальной комиссии на лёс не скарзится, хоть и живи одна. Детей нема, а муж помёр. Кажут, что пакуля бы ходится навод без допомоги социального работника. Правда, покидать пенсионерку па за увагой социальных службов поведцы не спешаются. Тембошь, что як минимум одной, чей визит наглядальной комиссии уже дозволил попередить несчастный выпадок. За час эксплуатации электропроводка пришла у таких стан, что пожар мог отбыться у любую хвилину. Ну, так вот, я обратилась, я напрышлю, что вам спасибо им большое за это, я очень благодарна. А б тым, что ещё шмат кому потребна допомога державы, члены наглядальной комиссии перегонуются у хате пенсионерки Тамары Петровны. Почас апочного наведывания, кажуть, пришлось навод нарад милиции выкликать. Так, не вельми гостинно, сустракал комиссию сын жанчины. На гэтый раз его дома нема, але и зараз пенсионерка всю правду об своём житте рассказывать не мкнеться. Хоть у вынеку и признается, жить в этом доме уже нема сил и изгодная посядиться в интернате. Одинная проблема – у жанчины нема ніякой прописки. В Ветковском районе, где значная частка переселенцев потерпелых территорий – это не одинная заява. Але конкретно с гэтым выпадком у Центры социального обслугования населенства обицаюць разобраться. Она обратилась сама по поводу оформления её в дом-интернат, либо в отделение круглосуточного пребывания. Но так как она без прописки, мы поднялись сейчас этот вопрос, занимаемся её пропиской, чтобы её куда-то прописать. И как только мы её пропишем, пройдём медицинскую комиссию, и мы её оформим в дом-интернат. Либо в отделение круглосуточного пребывания в Пресно, как она пожелает. Головная задача наглядальных комиссий – да помог чей людям вырошить их реальные проблемы. Правда, не все реагуют на такое мкнение становча, и размовлять категорично отмавляются, и в дом могут не пустить. Хоть по всіх параметрах семья явно проблемная. В Ветковчанка Алена Рыгоровна до их лику не относится, хоть убаченная, выкликая неоднозначные думки. За одного боку – сучасная бытовая техника, с другого – беспорадок у дворы и у хати. Постоянно газоробку дарить, что у этой семьи нема. А вот приклады курения у помешка не присутничают, что может привести до пожара. На выправлении ситуации местным службам даётся месяц. Причём, когда некие проблемы нельзя вырожить в районе, теперь можно огучить их на областном узровне. Чтобы потом на областном уровне со всеми руководителями областных субъектов профилактики вырабатывать решения для того, чтобы решать их на местах. Я думаю, этот новый виток в деятельности смотровых комиссий в оценке каждого субъекта профилактики в реализации своих обязанностей позволит ещё больше предупреждать и ликвидировать те угрозы, которые могут привести к трагедии. Выники рейда подводятся на нараде с уделом керавництва областного управления МНС. Миновитая гэтая структура теперь будет кардиновать деятельность наглядальных комиссий. До речи, после Ветковского района комплексные анализы их работы будут проведены в Добрском, Браинском и Будокошалёвском районах, где всё это означено, хоть и незначное, але всё-таки рост пожаров в приватном секторе. Олег Сентюров, Игорь Марыченко, телерадио-компания «Гомель» с Ветки. На сегодняшнем выездном посаджении Президуума Гомельского областного обедания профсоюзов обмеркованы пытания профилактики травматизму и забеспечения бытовых умов на предприемствах агропромыслового комплексу. Не глядывши на то, что и аше перед початком жнева на Гомельшине была проведена отповедная нарада, а за кожным районом замоцованный техничный инспектор працы, выники оказались неоднозначными. Под час громадского контроля у период подрыхтовки и проведения уборочных работ было выявлено омаль 660 порушений. Это больше как на 50% перевышая минулогодний показчик. Сярод основных порушений, отсутность спецадения, допуск до работы неосправной техники, не задаваняющий стан санитарно-бытовых помешканев. Разом с тем, областным обеднанием профсоюзов звертают увагу на той факт, что проводимая профилактичная работа дозволила значно знизить колька смаротных выпадков у агропромысловом комплексе – два селетних, супрать восьмилеточных. При этом на протягу опошных 5-х годов в регионе не было ни одного нешастного выпадка со смаротным заходом под час уборочных работ. В деле пропаганды лепших прикладов, это выездное посаджение президу Магомельского областного обеднания профсоюзов проведено на базе ксуб Брилева и акционерного товариства «Комбинат Усход». Мы понимаем, что это лучшее хозяйство, но поэтому мы привезли эту аудиторию, которая видела, что можно сегодня сделать, если это ставить целью своей. Когда нормальные бытовые условия, когда, предположим, в одном из хозяйств свой цех по пошиву спецодежды, когда, в принципе, комнаты приема пищи, когда сама культура производства обязывает людей совершенно иначе относиться к своему рабочему месту. Вот это, наверное, главное, что необходимо сегодня популяризировать. Жилевый фонд Гомеля целиком долучен и до отцепления. Об этом нашему телеканалу поведом и уначальник Гомельского городского ЖКГ Виктор Кулага. Нагадаем, что поэтапное уключение отцепления жилевого фонду, интернатов, гостиниц и навышальных установ началось 11-го кострышника. С 10-го кострышника отцепление уключено у дитячих, дошкольных, медицинских установок, школах, установок социальных изобеспечения, музеях, архивах и библиотеках. У ЖКГ нагадали, что на весь процесс отладки, звычайно, отводится 10 дней. Там, в выпадку изникнения проблем с зацеплением, варто звертаться в диспетчерскую службу по месту жихарства. Про замаль 10 годов Гомельский областный институт развития и адукации обновил свои былые функции. Ранее в этой установе велася перепадрыхтовка специалистов. В 2006 году эта деятельность спынилась. С тех часов институт организовал научные курсы, семинары и конференции. И вот сейчас установа вернула минулые функции. После перепадки первыми, макшимость пройти тут перепадрыхтовку, отримали сопрацовники дошкольных установок. Первая группа с 25 человек уже наведывая занятки. У всех этих людей еще не працуют выхователями або их помощниками, однако немают с ответной специальности. В сиротах есть математики, историки, географы и навык агрономы. Научание тут для них протягнется два года. Выкладать будут кандидаты наук с Гомеля и Минска. После шага кожных из них ждут державные экзамены и уручения дипломов. Идея открыть переподготовку возникла у нас еще осенью прошлого года. Именно тогда мы провели изучение, в результате которого выявили, что существует порядка сотни людей, которые бы желали получить образование по профилю дошкольного обучения. Уже вот трое из моих коллег, ректора областных институтов развития образования, звонили и интересовались опытом этой организации, потому что подобная проблема актуальна и для них. Сопрацовникам дошкольных установ, переподготовка даст мощность повысить узровень профессионализму и претендовать на категории и больше высокие посады. Зараз идет формирование еще двух групп. Провестиш полную переподготовку сферы дошкольной адукации тут планують за ближайшие некольки годов. На Гомельшине протягиваются мероприемства с нагоды Республиканского дня МАТИ. Одно из них прошло сегодня у Центральной городской библиотеки имя Герцена. Быть МАТИ – вельми отказная миссия для кожной женщины. Однако перед такой важной подеей, как на роджении детяти, необходимо подрыхтоваться. В Центральную городскую библиотеку имя Герцена запросили на ученых Гомельского аграрно-экономичного колледжа. Для них провели правовую годину с уделом адвокатов по теме обороны семьи, материнства и детинства. Обмерковывались такие вопросы, как государственная поддержка семьи, правы и обовязки матери, а также что делать для того, чтобы вырастить здоровых и счастливых детей. Быть матерью – это очень ответственно, это очень почетно. Но вместе с тем быть матерью надо еще и учиться. Поэтому не случайно на мероприятия приглашены молодые девушки, студентки, которые в скором будущем станут матерями. Поэтому им очень важно знать свои права и обязанности. Молодые вэтрынды в справе пропаганды пожарной безопасности. Рейшинский районный отдел по надзвучайных ситуациях провел конкурс «Селфи». На сдавление организаторов до удела им долучились тысячи корыстальников интернету. Что с этого отрывалось, расскажет Ганна Ковалева. В рамках акции «Молодь за беспеку» Рейшинский районный отдел по надзвучайных ситуациях провел конкурс «Селфи», головной умовой, якого была наявность на фотосимволике и атрибута МНС. Сбор заявок и отбор финалистов протягивал 7 месяцев. За этот час организаторы отрывали некольки десятков фотографий. Причем, вызначить переможцу дали макшимость корыстальникам социальных сеток. Мы каждый год что-то думаем новое, свежее, чтобы заинтересовать. Заинтересовать, в первую очередь, молодежь. Потому что по старинке нельзя работать. У нас мир меняется, технологии меняются. Любыми путями достучаться до людей. Что безопасность, все-таки это одно из главных в нашей деятельности. Конкурс вырошили провести до 15 годей белорусской молодежной громадской организации ротовальников пожарных. ИДУ подтримали державные организации и индивидуальные предпринимательники. Одни пропоновали захватить переможцев, иншие – допомогти информационно. Хорошие вещи нужно рекламировать. И когда ребята делают хорошее дело, мы, конечно, оказываем информационную поддержку всяческую. У нас одна из старейших газет Республики Беларусь. В следующем году нам 100 лет. Поэтому о всех хороших мероприятиях, которые были влечены за эти 100 лет, мы пишем. Вот это вот одно из них. В интернете до конкурса долучились больше, как 4 тысячи человек. Миновито столько корыстальников социальных сеток отдали свои голосы в поддержку конкурсантов. У вынеку третье место заняла Ксения Шингерей, другое – у Ладлена Иванюшка. Первое же место больше за тысячу голосов отримал Андрей Кмец. Фото было сделано в Светлой Рощи, когда я ездил на допуск на тушение пожаров. И там было очень много ребят с разных регионов. И мы решили сделать после занятия фото. И как бы там много кто из Бобруйска, Сожлобина. И получилась такая хорошая фото. Я закинул и попробовал, ну и вот и выиграл. Призеры третьего и другого места отримали макшимость бесплатно покататься на картингу, а переможцы шанец скокнуть с парашютом. Дарыши таки конкурс тут провели у першиню, але его выники пероканали. Провести нечто подобное в арте не только сярод дорослых, але и юных ротовальников пожарных. Для их конкурс проведут до конца этого года. И макшима в будущем селфи с поборництва В Гомеле подали выники пятой открытой олимпиады для школьников по истории культуры. Все лето темы была брана архитектурная спадщина Беларуси. Успоборництвы приняли удел 120 ребят, наученцев пятых-восьмых классов. Проведение олимпиады в этом году промерковано до дня работников культуры и года культуры в Беларуси. У мероприемстве приняло удел 16 установок эдукации в большинстве советского района города Гомеля. Диплом у переможцев первой, другой и третьей ступени у двух взрослых группах отрымали 22 школьники. Лепших уделников ознагородили у белой гостиной палацево-паркового ансамбля. Это место обрано не выпадково, и оно, как нельга лепш, связано с темой олимпиады архитектурной спадщины. После церемонии школьников шакал еще один подарунок, оглядная экскурсия по палацу румянцевых и паскевичев. Тема достаточно интересная, тем более, что у нас очень много интересных точек таких архитектурных, значимых на территории Беларуси. Интересные задания, там и тестовые, по рисункам, по фотографиям. Детям интересно. Мы договорились с хозяевами дворцово-паркового ансамбля, чтобы провести награждение. Именно здесь. Красивая обстановка, тем более для деток. Это вообще будет очень интересно. Подея года в свете выявленчика мастатства Гомельшины, что годовы с правоздашного выставу членов Гомельского отделения Беларусского союза мастаков презентовали в выставочной зале картинной галереи Гаурейла Вашенки. Экспозиция «Полеский калейдоскоп» обеднала больше за полсотни работ, створенных за прошлый год. Выставочный проект стал абсолютной премьерой. У всех этой работы ранее еще ни где не выставлялись. Роберт и Виктор Ламдарские, Виталь Денисенко, Александр Костюшенко, Святлана Курашова и многие иншие. Успеся авторов можно знасти немало вядомых именов. Разом с тем, в этом году в першиню мавшимость выставиться у одним шерго с высокими мастерами пропоновали и молодым талиновитым мастакам. Вы можете здесь увидеть пейзажи, натюрморты, архитектуру. Авторов очень много. На улице уже такая глубокая осень. А художники со своими произведениями, я думаю, порадуют зрителя, своим оптимизмом. Я благодарна всем, кто выставился. Молодцы. И на проконце выпуска поведомления Гомельского областного управления МНС. Сегодня ночью прогнозуются заморозки. В связи с чем объявлены оранжевые условия небезпеки. Температура поветра на большие часы в области будет досягать минус 4 градусов. Усим же храм региона у приватности удельникам дорожного руху рекомендуется быть особливо осторожными. И на этом наш выпуск завершен. Устуды працавал Явген Пабаловец. Усяго доброго и до встречи у эфира.